МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след. Гораздо труднее, но зато и почетнее прокладывать путь самому. Так говорил белорусский писатель Якуб Колос, и он был абсолютно прав. Давайте искать новые пути вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Убийца Wi-Fi. Как новый автомат Калашникова сможет обезвредить дрона и отключить мобильную связь? Почему эксперты называют его борцом с лоукост-террором? Они подлетают к легко бронированной технике, нажимают на специальное устройство, и он как бомба точно летит с целью. Бесхребетные убийцы. Почему медузы открыли охоту на людей? Медуза-оса опаснее акулы. Шансы выжить после встречи с ней практически равны нулю. Богемские каникулы. Что происходит на территории самого закрытого элитного клуба в мире? И кому удалось проникнуть в запретную зону? Считается, что миром управляет 1% самых богатых людей на планете. Благосостояние этих людей равняется благосостоянию всего остального человечества. Прокляты и забыты. Кладбища сотен младенцев обнаружены в Англии и в Израиле. Кто убил этих детей и почему? Вы знаете, это как раз то время, когда детоубийство считалось нормой. Проклятие княжеского рода. Эзотерики считают, что Грейс Келли погибла из-за древнего проклятия. Почему поклонники винят в трагедии принцессу Стефанию? Золотая клетка, в которой жила Келли Грейс, с каждым годом становилась все уже и уже. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Убить дрон одним выстрелом. Новая разработка концерна «Калашников» «Ружье Рекс-1» способна отключить беспроводной интернет и погасить сигнал сотовой связи в радиусе 5 километров. По словам инженеров, тесты нового оружия начнутся уже в следующем году. Затем его планируют запустить в серийное производство. Несмотря на то, что ружье относится к разряду нелетального оружия, разработчики уверены, с его помощью спецслужбы смогут предотвращать теракты. Но как оружие без патронов сможет остановить преступника? Это устройство для подавления беспилотников противника. Радиоэлектронное нелетальное ружье «Рекс-1». Инженеры концерна «Калашников» уверяют, их детище собьет любой дрон первым же электромагнитным импульсом. Кроме того, оно эффективно глушит мобильную связь и сигнал Wi-Fi в радиусе тысячи метров. Созданием подобного оружия увлеклись сегодня и на Западе. Такое устройство популярно во всем мире. НАТО заказало норвежским ученым изготовить этот агрегат, ну, условно назовем его ружье, которое должно уничтожать дроны, либо перехватывать их. Оно уже есть на вооружении израильской армии, а также в армии США и других странах. Не менее популярно оно и у различных охранных структур. Причины нелюбви к дронам со стороны военных и правоохранительных органов – их невероятная доступность и большая популярность в преступном мире. Ведь квадрокоптер способен не только подглядывать за богатыми соседями или доставлять наркотики. Любой дрон можно за пять минут превратить в мини-бомбардировщик. Идет жестокая война в Сирии, где террористы используют совершенно обыкновенные, доступные бытовые дроны для того, чтобы совершать свои вылазки. Они используют их для разведки, для координации своих действий. Они из этих маленьких пластиковых дронов делают бомбардировщики. Прикрепляя к ним небольшую гранату, они подлетают к легко бронированной технике, нажимают на специальное устройство, и он как бомба точно летит с целью. Под внешней оболочкой устройства РЭКС-1 спрятаны блоки подавления сигнала GPS и ГЛОНАСС. Направляя импульс в сторону дрона-нарушителя, стрелок отсекает его от оператора. Машина теряет управление и падает на землю. Выловите дрон в перекресте прицела, нажимаете спусковой крючок, и электромагнитный импульс поражает его электронную начинку. Дрон теряет связь со своим оператором и падает. Сейчас прибор эффективно работает на дистанции в тысячу метров. В перспективе зона поражения вырастет до пяти километров. Дополнительно на РЭКС-1 можно поставить стробоскоп, аудио- и видеорегистратор, тактическую рукоять, лазерный целеуказатель и коллиматорный прицел. Это не громоздкое устройство весом около четырех килограммов, которое легко можно переносить, скажем, в кейсе. И он не требует больших усилий для обслуживания. Новинка всем хороша, но имеет один существенный недостаток. Подавляя вражеский дрон или связь противника, вы одновременно рискуете убить собственные беспилотники, которые окажутся рядом. А также можете лишить связи свое же подразделение, поскольку законы физики и электромагнитное излучение не выбирают себе врагов и друзей, а действуют на всех одинаково. Одесские спасатели зафиксировали в этом году нашествие медуз-корниротов. От них в этом сезоне в Черном море пострадали сотни туристов. Четырем пришлось пройти стационарное лечение от ожогов. Впрочем, повреждение кожи – это самое безобидное, на что способны существа из этого семейства. Например, медуза-морская оса, которая водится в тропических морях Атлантического океана, настолько ядовита, что одной капли ее секрета достаточно для убийства 60 человек. Где обитают самые опасные морские твари? Как избежать встречи с ними? Что делать, если вас ужалила медуза-убийца? На одном из пляжей Австралии десятилетняя девочка, гулявшая по мелководью в нескольких метрах от берега, умерла через минуту после встречи с гигантской медузой-убийцей. Одного укуса оказалось достаточно. Пока человек не плавал в море, мы не знали о том, что медузы являются убийцами. Они просто умеют добывать себе пищу с помощью своих длинных щупы. Ученые уверяют, в морских водах обитает множество созданий, смертельно опасных для человека. Медуза-морская оса – всего лишь одно из них. Она весит не более трех килограммов. Ее щупальца могут отрастать на полтора метра. При этом яд медузы настолько токсичен, что одной дозой можно убить сразу 60 человек. На щупальцах этих медуз есть стрекательные клетки, которые выделяют яд. Он похож на яд змей или пчел, парализует дыхание жертвы. Медуза-оса опаснее акулы. Шансы выжить после встречи с ней практически равны нулю. А это медуза цианея. Она часто встречается в тропических водах Атлантики. Размер самой крупной цианеи, выброшенной в 1870 году на берег Северной Америки, составил 36,5 метров. В это сложно поверить, но медуза была крупнее синего кита. Цианея – это прообраз медузы-горгоны. Ей приписывают свойства убивать всякого, кто на нее посмотрит. Цианистые соединения в ее клетках, которые, как любой цианид, являются смертельным ядом для живых существ. Еще одна опасная обитательница морских глубин – медуза-португальский кораблик. Несмотря на яркую расцветку, увидеть ее довольно сложно. А прикосновение этого морского обитателя сравнимо с укусом кобры. Португальский кораблик быстро скользит по поверхности воды и опасен именно своей мобильностью. Прикосновение к нему вызывает сильнейшие ожоги и спазмы. По данным экспертов, ежегодно от укусов медуз погибает 20 человек. И чаще всего это происходит в тропических водах. На северном побережье Австралии, в Атлантическом и Индийском океанах. При этом количество медуз-убийц постоянно растет. Океанологи уверяют, если не принять соответствующие меры, количество жертв может увеличиться в геометрической прогрессии. Ведь популяцию этих животных никто не контролирует. Далее в программе. Богемские каникулы. Что происходит на территории самого закрытого элитного клуба в мире? И кому удалось проникнуть в запретную зону? Считается, что миром управляет 1% самых богатых людей на планете. Благосостояние этих людей равняется благосостоянию всего остального человечества. Проклятая бесна! Ученые спустились на дно Марианской впадины. Почему эту миссию эксперты назвали смертельной? На глубине полтора километра он делает паническую запись о том, что в иллюминаторе видно большой дискообразный предмет. Здесь птицы не поют, деревья не растут. Почему Мончаловский лес под Ржавом называют гиблым местом? И что ждет того, кто рискнет остаться здесь на ночлег? В местах геройской гибели огромного числа людей происходит эффект перемещения во времени. Винная соната. Итальянский винодел включает произведения Моцарта виноградным деревьям. На что они способны? И какие тайны скрываются в этих творениях? Используя музыку Моцарта, мы поняли, что она как бы защищает виноградник от паразитов, грибков и насекомых. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Международная ассоциация туроператоров составила список 10 мест мира, куда обычным путешественникам вход заказан. Тем же, кто захочет нарушить закон, грозят арест или смерть. Возглавляет рейтинг «Богемская роща». Местечко недалеко от Калифорнии. Официально она принадлежит так называемому мужскому богемскому клубу. В него входят политики, бизнесмены, музыканты и актеры. Конспирологи считают, что этот клуб – тайное мировое правительство, а «Богемская роща» – их главный штаб. Что же происходит здесь на самом деле? Кто сумел попасть в клуб без приглашения? И что удалось там снять на скрытую камеру? Это видео, снятое любительской камерой, единственное задокументированное свидетельство того, что на самом деле происходит в знаменитой Богемской роще, месте, где собираются самые влиятельные мужчины планеты. Считается, что миром управляет 1% самых богатых людей на планете. Это примерно 73 миллиона человек. Благосостояние этих людей, этого 1%, равняется благосостоянию всего остального человечества. В Богемскую рощу приезжают лишь те, кто относится к этому 1%. К сожалению, плохое качество записи не позволяет с точностью установить, какой именно обряд проводят участники. Одни эксперты утверждают, это древний сатанинский ритуал. Другие называют мистерию кремацией сострадания, символическим сожжением фигуры ребенка, как знака отречения от забот этого мира. Но документарно это не было нигде зафиксировано. Есть только определенное высказывание журналистов, есть какие-то записи, но за руку никто никого не ловил. Мы можем только об этом догадаться. По словам исследователей, в этом удивительно красивом месте, на берегу лесного озера, окруженного многовековыми секвоями, творятся страшные вещи, таинственные ритуалы, гомосексуальные оргии и жертвоприношения. И это, по их словам, лишь малая часть того, чем занимаются на отдыхе представители мировой элиты. Известен такой факт, что 37-й президент Соединенных Штатов, Аниксон, называл данный богемский клуб самым гомосексуальным местом в мире. Однако все это никак не отражается на имидже организации. Попасть в самый закрытый в мире клуб настолько престижно, что претендентов не смущает даже очередь в 15 лет. За это время каждый кандидат проходит тщательную проверку. Считается, что таким образом члены клуба исключают возможность попадания в свой мир случайных людей. Действительно, даже сегодня, когда в интернете можно найти фактически все, сведений о богемской роще ничтожно мало. Рональд Рейган, Ричард Никсон, Генри Киссинджер, Теодор Рузвельт, Герберт Гувер, Джордж Буш-старший и многие другие президенты, сенаторы, адвокаты – те, кто вершит судьбы Америки и всего мира. Именно здесь, в неформальной обстановке, обсуждаются политические и экономические проблемы, завязываются дружеские связи между сильными мира сего. Для этого на территории рощи предусмотрены специальные лагеря. Начиная с момента основания клуба, всех гостей размещают согласно строгой иерархии. В секторе «Пещерный человек» живут руководители инвестиционных компаний и крупные банкиры. В «Потерянных ангелах» – руководители информагентств и представители оборонной промышленности. На территории с ироничным названием «Безбилетник» представители компаний семьи Рокфеллеров. А в «Совиных гнезда» – президенты европейских стран и США. Все они поклоняются огромной бетонной сове. Она стоит на берегу Священного озера. Все жертвоприношения проводятся только там. Внутри статуя пустая, в ней специальная аппаратура, использующаяся в ритуалах. Сова – мудрая птица. Вся ее жизнь протекает под покровом ночи. Она может поворачивать голову на 360 градусов. Практически всевидящее око. Поэтому, как предполагают исследователи, она и стала символом богемской рощи. Совпадение это или нет, но символика совы встречается в США повсюду. Например, на купюре в один доллар. Комплекс зданий американского конгресса с высоты птичьего полета тоже образует фигуру совы. В богемской роще плетутся нити заговора, опутывающего весь мир. Неудивительно, что их символика встречается повсюду в США. Еще одно документальное подтверждение существования организации – юбилейный альбом клуба. Он попал в руки журналистов по чистой случайности. Снимки 50-летней давности шокируют и сегодня. Такие запреты существовали. Основным из запретов – это ненахождение женщины в данном клубе. А так как развлечения все-таки в данном клубе были, и театральные постановки, и азартные игры, то все женские роли выполняли мужчины, переодетые в женские платья. О роще заговорили после того, как в 1989 году некий Пол Боначчи выиграл в суде иск против республиканского лидера Лоуренса Кинга. Подросток обвинил его в том, что политик неоднократно приводил его и других мальчиков в богемскую рощу. Там они вынуждены были заниматься сексом с мужчинами и смотреть фильмы, в которых жертв насиловали и убивали. В клубе было широко распространено мужеловство. И скандал разразился на том, что один из корреспондентов, он был вхож в Белый дом, его достаточно часто приглашали в Белый дом, даже приглашали в те дни, когда корреспондентов не приглашали. Как выяснилось позже, данный человек являлся мужчиной по вызову, который оказывал услуги интимного характера. После этих скандалов граждане Америки стали устраивать протесты на подъездах к клубу. Люди стоят с плакатами «Воскресим сострадание». Но эти призывы остаются без внимания. И во второй декаде каждого июля двери летнего лагеря для мировой элиты распахиваются вновь. Естественно, данные клубы существуют, существовали, существуют, и они будут существовать, они будут финансироваться, и люди определенной касты в нее будут входить для решения своих поставленных задач. Лозунг клуба «Пауки, плетущие паутину, сюда не приезжают». Это значит, что на территории нельзя обсуждать никакие сделки. Но вопреки этому правилу, именно здесь, по мнению экспертов, решаются многие мировые вопросы. Такие, как, например, проект «Манхэттен», приведший к созданию атомной бомбы. Все, что происходит в Богемской роще, остается в Богемской роще. Исследования Марианской впадины могли закончиться трагедией. Несколько дней назад китайские ученые завершили четвертое погружение глубоководного аппарата «Дзяолун». Они приблизились к мировому рекорду. Батискаф опустился на глубину свыше 10 километров. Исследователи изучили самое труднодоступное место Марианской впадины – бездну Челленджера. Но почему эксперты называют эту миссию смертельной? С чем сталкивались те, кто решался погрузиться в бездну? Китайский батискаф погружался 4 раза. При этом ему дважды удалось преодолеть отметку в 10 километров. На протяжении всей миссии аппарат работал без сбоев. Ученые даже заявили, что с его появлением началась новая эра освоения морских глубин. По мнению китайцев, Марианская впадина сильно загрязнена. В организмах и ракообразных обнаружены канцерогенные вещества, которые входят в состав пластмасс. Ученые объясняют это близким расположением промышленных районов и американской военной базы. Она находится на острове Гуам. Естественно, все животные, которые живут в этой области, подвергаются очень сильному химическому воздействию. И даже в определенной степени воздействие радиоактивному, что объясняется, глубиной самой впадины. Так как ядро планеты, это по сути дела термоядерный реактор, то извергается, вулканы выносят и радиоактивно заряженные частицы. Однако мировое сообщество уверено, чтобы рассказать нам о плохом состоянии экологии, не обязательно было погружаться на 10 тысяч метров. Что на самом деле искали ученые в морских глубинах? Какие тайны скрывает тихоокеанская бездна? Первыми на этот вопрос попытались ответить советские ученые. В 1957 году члены экипажа научно-исследовательского судна «Витязь» сделали замеры и выяснили, что глубина Марианской впадины 11 тысяч 22 метра. Но самое главное, именно советские исследователи впервые в мире заявили, что на ее дне есть жизнь. Была открыта у бактерий, которые живут в подводных гейзерах термофильных. Термофильная полимераза, она как раз соответствует тем, что может удерживать температуру высокие вплоть до температуры кипения воды. Вскоре слова советских ученых подтвердили американцы. 23 января 1960 года батискав Триест установил мировой рекорд, погрузившись в Марианской впадине на глубину 10 912 метров. Два человека, Жак Пикар и Дон Уолш, оставались на дне 30 минут. Этого времени оказалось достаточно, чтобы ученые убедились, жизнь там действительно есть. Открытие стало настоящей сенсацией. Давление на дне впадины более чем в 1100 раз превышает атмосферное. Примерно 3 тонны на 1 квадратный сантиметр. При этих показателях железо гнется как пластилин. Но какие морские твари способны выдержать подобные экстремальные условия? Спустя многие годы были рассекречены записи из бортового журнала. Жак Пикар на глубине полтора километра делает паническую запись о том, что в иллюминаторе видно большой дискообразный предмет, сопровождающий батискав. Он так и написал. Предмет совершает маневры, явно разглядывая нас. Не так давно в районе Марианской впадины на дне Тихого океана был обнаружен гигантский зуб размером с ладонь взрослого мужчины. После долгих и кропотливых исследований выяснилось, что зуб принадлежал мегалодону, огромной доисторической акуле длиной 22 метра и весом 50 тонн, которая должна была исчезнуть с лица Земли еще полтора миллиона лет назад. Дело в том, что жизнь в Марианской впадине несколько отличается от той жизни, которую мы привыкли видеть. Это очень необычные формы животных. Например, осьминоги, которые выглядят совершенно иным образом, чем те же осьминоги, к которым мы привыкли. И кроме того, Марианская впадина сохранила, судя по всему, огромное количество флора и фауны доисторического мира. В 2009 году подводный Эверест покорял американский робот Нерей. По специальному кабелю он передавал на сушу фото и видео, сделанные в толще океана. Ему удалось поймать в объектив фото вторных рыб, поверхность тела которых излучает свет. Также в кадр попали двухметровые гигантские черви и рыба-дракон. Она выдает своим черным телом инфракрасные лучи, а потом улавливает их отражение. Все фантазии, которые существуют насчет радиоактивных, химических и прочих мутантов на Земле, сбываются в Марианской впадине. Вот там они все действительно существуют, приспосабливаются к выживанию и, собственно говоря, судя по всему, очень хорошо с этим справляются. Ученые уверены, про обитателей Марианской впадины мы не знаем еще многого. И главное открытие нам лишь предстоит совершить. Далее в программе. Прокляты и забыты. Кладбища сотен младенцев обнаружены в Англии и в Израиле. Кто убил этих детей и почему? Вы знаете, это как раз то время, когда детоубийство считалось тормом. Проклятие княжеского рода. Эзотерики считают, что Грейс Келли погибла из-за древнего проклятия. Почему поклонники винят в трагедии принцессу Стефанию? Золотая клетка, в которой жила Келли Грейс, с каждым годом становилась все уже и уже. Винная соната. Итальянский винодел включает произведения Моцарта виноградным деревьям. На что они способны? И какие тайны скрываются в этих творениях? Используя музыку Моцарта, мы поняли, что она как бы защищает виноградник от паразитов, грибков и насекомых. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Американские разработчики представили новый реактивный самолет-шпион Model 401. Размах крыльев миниатюрного аппарата всего 11 метров. Самолет оснащен мощным двигателем и может достигать скорости больше 740 в 3 км в час. Максимальное время полета 3 часа. Он способен поднимать в воздух груз в 1800 кг, равный своему весу. Конструкторы планируют предложить разработку Пентагону. В Китае робот-стоматолог провел первую операцию без участия человека. Машина установила пациенту два искусственных зуба, напечатанных на 3D-принтере. Перед операцией медики вручную ввели параметры глубины установки и указали угол направления движения. По оценке экспертов, робот установил импланты с погрешностью 0,3 мм. Это хороший показатель, полностью соответствующий медицинским стандартам. В Великобритании ученые собрали первый урожай с роботизированной фермы. В рамках проекта исследователи в течение полугода обрабатывали землю, сеяли и собирали урожай ячменя с помощью беспилотников. Общая площадь поля составила 2,5 гектара. По словам специалистов, цель эксперимента оценить возможности строительства полностью автоматизированного сельскохозяйственного предприятия. Этот опыт обошелся компанией в 250 тысяч долларов. И, как считают эксперты, его результаты превзошли все ожидания. Американская кинодива Грейс Келли стала жертвой родового проклятия княжеской династии Монако. К такому выводу пришли исследователи аномальных явлений после изучения деталей автокатастрофы. Даже спустя 35 лет после аварии у экспертов остаются вопросы. А поклонники до сих пор гадают, была ли смерть Грейс случайностью? И какое отношение к гибели звезды имеет ее дочь, принцесса Стефания? Так начиналась страшная сказка про самую красивую блондинку Голливуда и настоящего принца Монако. Ради того, чтобы быть с Ринье Третьим, американская золушка, так журналисты называли голливудскую звезду Грейс Келли, ушла из кино. Князь Монако, Ринье Третий, в 1955 году познакомился на одном из фестивалей в Голливуде с начинающей актрисой Грейс Келли. Ее называли еще американская золушка. Он стал ухаживать за ней. Очень красиво это делал. Естественно, что девушка не устояла и в итоге вышла замуж за князя, тем самым став великой княгиней Монако. И предпочла семейное счастье в карьере голливудской актрисы. Внешне казалось, что Грейс Келли и князь безмерно счастливы. Она подарила супругу троих детей, в том числе и наследника престола принца Альберта. Теперь Монако не могли присоединить к Франции. Но за дверями дворца кипели нешуточные страсти. Очень скоро муж стал ревновать Грейс к ее славе и таланту. Он часто иронизировал над идеями супруги в присутствии посторонних и еще чаще изменял ей. Золотая клетка, в которой жила Келли Грейс, с каждым годом становилась все уже и уже. Отношения с мужем, которые начинались как теплые, любовные, со временем перешли в ревность. А далее произошло вообще охлаждение. У нее выходила красота, дети росли неуправляемые. она не могла развестись, поскольку в этот момент она бы потеряла сына и дочерей. По словам биографов актрисы, в конце 70-х ее отношения с мужем стали совсем невыносимы. Она снова и снова просила развод и получала отказ. Тогда Крейс Келли уехала в Париж и вернулась на сцену. Эту страницу биографии при монаршем дворе стараются не вспоминать. Как рассказывали близкие актрисы, она считала, что снова имеет право пожить для себя. Дети выросли, а она еще молода и полна сил. В Париже у нее появилась армия поклонников и 30-летний любовник. После 26 лет брака она собиралась вернуться в кино и начать все заново. Но этому не суждено было случиться. У Грейс Келли была очень сильно развита женская интуиция, что сейчас может быть даже назвали бы предвидением или даром предвидения. И в общем-то она даже предугадала однажды серьезное заболевание своей матери, а перед смертью она сказала, что скоро умрет и что у нее было видение, что она лежит в гробу, а ее дети плачут над гробом. И действительно после этого у нее появились сильные головные боли. Развязка наступила 13 сентября 1982 года. Грейс отпустила водителя и сама повезла младшую дочь Стефанию в Ниццу. Внезапно машина свернула с дороги в обрыв. Когда принцессу вытащили из покореженной машины, она еще дышала. По официальной версии у нее случился инсульт во время вождения. Она просто поздно увидела поворот и не вписалась в него. Машина ушла в обрыв. После аварии она попала в госпиталь и на следующий день не приходя в сознание она рассталась с жизнью. Муж и дети так торопились с ней расстаться, что не дождались ее родителей и сестер, которые уже на следующий день прибыли в Монако. По сей день не утихают споры, что же на самом деле стало причиной аварии. Некоторые исследователи считают, это было убийство, а катастрофу подстроил супруг актрисы. В глазах народа выгоднее быть вдовцом, чем брошенным мужчиной. Но есть ли у этой версии доказательства? Катастрофа произошла на границе Франции и Монако. Французские исследователи приехали первыми и успели зафиксировать неудобные факты. В частности, перед падением рычаг коробки передач был в положении обычная езда, тогда как осторожная Грейс в горах всегда ставила его в позицию горная дорога. Более того, принцесса оказалась не пристегнута, а такого она себе никогда не позволяла. И самое главное, снимки головного мозга Грейс Келли не подтверждают версию инсульта. Так что же произошло в тот злополучный день? Существует версия, что за рулем была не сама Грейс Келли, а ее 17-летняя дочь принцесса Стефания, которая в тот момент как раз оканчивала курсы вождения и, возможно, хотела продемонстрировать свои навыки в вождении и оказалась за рулем. А это же и объясняет то, что сама Грейс оказалась не пристегнута и оказалась на заднем сидении автомобиля после аварии. Эзотерики считают, брак принца Монако и прекрасной актрисы изначально был обречен. Грейс Келли стала жертвой проклятия, которое преследует род Гримальди на протяжении многих столетий. по преданию первой принцесса и прокляла обидчика. Отныне никому из Гримальди не дано будет познать счастье в браке, звучали ее слова. Так оно и вышло. История этого рода пестрит семейными скандалами, разводами и загадочными смертями. Монакским монархам не везло в любви. И родители Ранье, Пьер и Шарлотта расстались со скандалом после нескольких лет жизни совместной. Сам Ранье обладал невыносимым характером и только мудрость супруги позволила им долгое время оставаться вместе. Личная жизнь троих детей Ранье и Грейс тоже сложилась не слишком счастливо. Старшая дочь Каролина была трижды замужем. Ее второй муж погиб у жены на глазах. Младшая дочь Стефания прославилась своими связями и браками с представителями низшего сословия и была участницей многочисленных секс-скандалов. Не повезло в делах сердечных и наследнику престола Альберту. Принцу Альберту Второму приписывали отношения с различными звездами такими как Брук Шилдс Клаудио Шифер Гвинет Пелтроу а также Наоми Кэмпбелл. Но только в 53 года он решил связать себя узами брака с Шарлин Уитсток. И после этого он не остепенился и по слухам также продолжал изменять своей новоявленной супруге с другими звездами. Оплакивая погибшую жену принц Иринье произнес Господи я не спрашиваю тебя почему ты забрал ее у меня но благодарю за то что ты дал ее нам. Принц умер в 2005 году пережив Грейс на 23 года. Итальянский винодел Карло Чиньоци в разных частях своих виноградников установил 84 громкоговорителя откуда каждый день звучат произведения Моцарта Фермер считает что эта музыка делает растения крепче а у вина из их ягод улучшаются вкусовые качества после ряда исследований профессор флорентийского университета Стефано Макузо согласился с виноделом но каким образом музыка воздействует на растения и почему именно произведения Моцарта обладают такой силой какие тайны скрываются в его творениях музыка эффективнее чем удобрение к такому выводу пришел итальянский фермер Карло Чиньоци в его винограднике в течение целого года растения круглосуточно слушали лучшие произведения Моцарта результат урожай увеличился в два раза для нас это что-то невероятное используя музыку Моцарта мы поняли что она как бы защищает виноградник от паразитов грибков и насекомых для насекомых это похоже на громкий гул музыка отпугивает их от виноградника поэтому мы не применяем здесь различные химические вещества более того произведения Моцарта каждый день слушали не только растения но и работники виноградника Карло Чиньоци заявил его сотрудники стали меньше уставать и болеть данный метод называется фонобиологическим благодаря Моцарту у меня абсолютно органический виноградник все это правда важно его музыка действует как своеобразная мантра эту методику уже взяли на вооружение и другие итальянские фермеры в одном из хозяйств даже стали устраивать концерты классической музыки для коров аграрии утверждают после этого благодарные слушательницы стали давать больше молока но каким образом классическая музыка оказывает влияние на животных растения и человека по мнению психологов произведения великих классиков идеально соответствуют биоритмам всего живого если посмотреть химические реакции которые происходят от звуков музыки то мы сейчас говорим про музыку Моцарта так вот когда идет на определенные центры мозговые воздействия а это именно есть то начинает активация всех наших органов и таким образом эмоциональное состояние человека поднимается одним из первых воздействия музыки на организм начал изучать французский отоларинголог Альфред Томатис в конце 20 века он разработал особую слуховую терапию с ее помощью лечат депрессию и детское отставание в развитии если верить результатам исследований пациенты слушавшие в течение нескольких недель скрипичные концерты Моцарта начинали выздоравливать считается что именно эта терапия избавила от заикания французского актера Жерара Депардье сейчас метод Томатиса используют в более чем трехстах центрах психологической помощи по всему миру когда человек слушает именно эту музыку музыку Моцарта в это время активизируются практически все участки коры головного мозга проводились эксперименты с больными эпилепсией и их патологические ритмы которые вызывают судорожные припадки уменьшались уменьшалась частота этих припадков в силу музыки верят и многие хирурги медики говорят они включают произведения австрийского гения во время операций чтобы помочь пациентам врачи утверждают ни один другой композитор не способен так гармонизировать окружающий мир как Моцарт музыка Моцарта очень благотворно действует на людей которые перенесли какие-то операции вмешательства благодаря тому что она близка к естественным биоритмам выздоровление идет гораздо быстрее у больных меньше осложнений они быстрее проходят период реабилитации и быстрее возвращаются к нормальной жизнедеятельности ученые пришли к выводу Моцарт создал музыку в которой есть особые высокие частоты положительно влияющие на организм эксперты объясняют это строением человеческого тела оно напоминает огромный резонатор а звуковые волны заставляют вибрировать все органы музыка Моцарта была написана в мажорных тонах и при прослушивании все приходит именно в состоянии гармонии человек исцеляется музыка Моцарта активизирует в человеческом мозге те нейроны которые отвечают за память и познавательные процессы он находится как будто в таком легком трансовом состоянии но специалисты предупреждают неправильно подобранные наушники или колонки могут свести положительный эффект к нулю чтобы полностью ощутить на себе силу воздействия произведений Вольфганга Амадея Моцарта эксперты советуют ходить на концерты живой музыки Британские археологи раскопали крупнейшее кладбище младенцев оно находится в городке Хамблден в 80 километрах от Лондона в яме обнаружены останки 97 детей умерших сразу после рождения все скелеты датированы 3 и 4 веками нашей эры ранее подобное кладбище находили в древнеримской канализации в израильском городе Ашкелоне но что это? следы кровавого ритуала или древней абортарий кем были матери этих детей? что связывает два жутких места? и почему в письменных источниках нет прямых упоминаний об этих захоронениях? эти раскопки ученые назвали самой шокирующей находкой тысячелетия там были обнаружены человеческие останки и самое ужасное они принадлежали детям в 1988 году было сенсационные раскопки в Ашкелоне были найдены порядка ста младенцев это был некий колодец который раскопали куда в свое время стекалось все что уходило из римских бам многочисленные анализы показали возраст этих скелетов около 1700 лет при этом все младенцы умерли практически сразу после рождения среди них было примерно одинаковое количество мальчиков и девочек и все они были абсолютно здоровы историки уверяют в то время Ашкелон был крупным морским портом принадлежавшим римлянам но за что они убивали детей ну это не то что обычай то есть понятно что всегда во все века человечество угрожало перенаселение и от нежеланных этих членов общества от детей или от стариков от женщин избавлялись любыми доступными способами к сожалению жизнь в древности была жестока поэтому особенно не выбирали некоторые исследователи полагают что жуткий могильник находится на месте бань при которых римляне часто устраивали бордели а убитые младенцы это нежеланные дети проституток правда чуть позже эту версию поставили под сомнение ведь средства контрацепции появились в древнем Риме еще в первом веке нашей эры в банях просто раньше рожали ноги потому что ну тепло и как бы да дежурили специальные женщины при них и если женщина рожала ребенок ей был не нужен то она видимо там же от него и избавлялась не знаю уж как хоронили или просто куда-то выбрасывали бытует мнение что детоубийство в Римской империи было обычным делом после того как женщина рожала ребенка клали у ног отца если тот поднимал его это означало он признал дитя своим и хочет чтобы младенцев скормили а если мужчина извол судьбы или попросту убивали вы знаете это как раз то время когда детоубийство считалось тормой потому что было очень много незаконно рожденных детей а так как любая знать она любила заниматься свободной любовью со всеми то есть не только с ожирицами людьми а с кем угодно поэтому получается что ненужные дети утилизировались вот именно таким зловещим образом звучит ужасающе но в соответствии с римским правом ребенка начинали считать человеком только в том случае если он доживет до 6 месяцев а до этого он был неодушевленным предметом и его убийство оставалось абсолютно безнаказанным считалось что он просто ну не является членом общества да поэтому его можно легко убить избавиться от него это даже не грех и на кладбищах были отдельные такие младенческие даже не участки а ямы туда сбрасывали вот эти ненужных младенцев то есть это говорило о том что их туда сбрасывали может быть десятилетиями и был такой ну необычий но практика такая была поразительно подобные захоронения младенцев находили не только на территории бывшей римской империи но и по всей Европе и истинные причины убийства этих детей до сих пор неизвестны в сентябре этого года в Тверской области пропало без вести 12 грибников они потерялись под Оржевом в знаменитом Мончаловском лесу исследователи называют это место проклятым во время Великой Отечественной войны свою последнюю оборону здесь вела 29-я армия все бойцы а это 9 тысяч человек погибли от голода и ран в 90-е годы в этом лесу хоронили своих жертв криминальные группировки сейчас по мнению экспертов местные рощи словно заманивают людей здесь неоднократно фиксировали появление странного тумана и хрономиражей видения из прошлого но с чем связаны эти аномальные явления почему местные жители верят что чаще леса населяют души погибших и что ждет того кто решит остаться здесь на ночлег жители окрестных деревень утверждают кровавая битва Великой Отечественной войны в Мончаловском лесу до сих пор не закончилась по их словам там все еще слышны стоны раненых солдат и грохот артиллерийских орудий будто бы не раз там видели пикирующие бомбардировщики идущие в атаку пехотные батальоны и танки ломающие деревья там еще сильные бои все таки Ржевская битва она достаточно долго продолжалась очень много народу там погибло но встречались случаи когда в определенных условиях исследователи сталкивались с такими моментами когда не слышали звуки боя а в некоторых случаях даже видели проходящих мимо там какие-то отряды наших вооруженных солдат долгое время эксперты относили эти рассказы к разряду легенд но когда один из археологов нашел в лесу флягу времен Великой Отечественной войны выглядевшую новой к этим историям специалисты стали относиться иначе из этого места выносят артефакты времен Отечественной войны оружие абсолютно нержавое которое потом эксперты признают как недавно выпущенное хотя прошло уже очень много времени с времен войны и оружие должно было быть уже ржавым испортившимся местные охотники рассказывают что неоднократно встречали в лесу солдат времен Великой Отечественной просивших отправить письма их родным причем иногда духи павших бойцов сами приходят к своим потомкам в деревне неподалеку от места сражения к девушке подошел рядовой в гимнастерке и попросил воды попив воды он мне сказал как же ты похож на свою бабушку ну и потом ушел когда пришла бабушка и внучка рассказала ей вот об этом ситуации об этом случае бабушка прямо вся задрожала пошла искать там альбом нашла древний старый альбом там смахнул с него пыль раскрыла и показала ей фотографию она говорит он похож на этого человека да это действительно не то она говорит знаешь кто это был она говорит нет это твой дедушка был эзотерики предполагают таким образом души погибших просят захоронить их останки по словам специалистов видения прекратятся только после погребения умерших но некоторые исследователи считают манчаловский лес проклят навечно и никакие ритуалы этого не исправят есть и те кто предполагают что во время войны здесь произошел своего рода сдвиг во времени и теперь в лесу есть свои врата в прошлое в подобных местах в местах геройской гибели огромного числа людей происходит эффект перемещения во времени то есть пространство и время меняют свои свойства и люди могут попадать в другие измерения в другое время исследователи считают что по этой причине здесь часто исчезают люди якобы охотники и грибники заплутав чаще попадают в порталы ведущие в прошлое даже археологи и те могут стать жертвами таких ловушек одна из наших так сказать девушек которая там самая молодая наверное была из нашей компании она просто потерялась буквально там в нескольких метрах она от нашего лагеря мы потом всю ночь ее искали подругу слава богу нашли и она подтвердила что ее как бы потянул какой-то голос она пошла на этот голос но кроме загадочных видений и голосов зовущих в чащу Мончаловский лес известен частым появлением неопознанных летающих объектов исследователи выдвинули гипотезу так существа из других миров пытаются изменить жуткие события прошлого неопознанные летающие объекты иногда могут являться машинами по перемещению во времени пространстве и возможно так называемые летающие тарелки это не что иное как машины времени которые могут использовать места массовой гибели людей для того чтобы изменить в положительную сторону ход истории есть и другая гипотеза ряд экспертов никак не связывает исчезновение людей в лесу с событиями Великой Отечественной войны по их мнению это место просто аномальная зона очень мало животных они там практически отсутствуют боятся забегать в этот лес люди находящиеся в этом лесу пугаются от того что практически нет звуков нет пения птиц практически в этом месте нет ветра то есть природа как бы застывшая по мнению скептиков все эти чудеса можно объяснить электромагнитным излучением предположительно в одном из лесных болот на дне лежит метеорит который и создает определенный фон эти волны как считают эксперты могут вызывать у людей галлюцинации и дезориентацию в пространстве Андре Мороа говорил самые лучшие оракулы изъяснялись загадками давайте их разгадывать вместе с вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу загадки человечества Олег Шишкин